Если начинать день, то с утренней гимнастики, особенно если этот день всероссийский спортивный праздник, так решили тысячи жителей региона и в день физкультурника вышли на спортивные площадки. Более 500 ульяновцев, среди которых и стар и млад, выполняют доступные всем движения. На сцене инструкторы ведущих ульяновских фитнес-клубов. Накануне их руководители подписали соглашение о создании областной ассоциации. И это как пример того, что объединяется не только сам спорт, но и усилие региональных властей для достижения высоких результатов. В 2005 году мы тогда тратили на поддержку спорта чуть больше четырех десятков миллионов рублей. Сегодня за этот год мы уже тратим более двух миллиардов, почти три миллиарда рублей на поддержку спорта. Именно поэтому в регионе появляются новые спортивные объекты, возрождаются почившие былое соревнование. Среди них симбирские ступени, лихоатлетический забег по лестнице областного краеведческого музея. 596 ступенек, знойный полдень покоряются только самым выносливым. Среди них обладатель лучшего времени среди девушек, новоиспеченный мастер спорта России по спортивному ориентированию Рамиля Шагиева. Самыми тяжелыми, последние мраморные вот эти ступени были два пролета. Зато шахматистам летний зной нипочем, ведь они собрались в прохладном фойе Ленинского мемориала. Более полусотни столов, где нашлось место и юным игрокам, и ветеранам, областной фестиваль шахмат, своеобразные лепты в общую копилку Всероссийского дня физкультурника в Ульяновской области. Самая главная цель, конечно, это всех на стадионах, всех на спортивной площадке. Еще раз показать, что спорт объединяет, еще раз привлечь тех, кто забыл заниматься физической культурой и спортом, о том, что это самое лучшее занятие. И все же большинство ульяновцев день физкультурника отмечает на свежем воздухе. На трассе Виктория в железнодорожном районе Ульяновска разыгрывает кубок по Волжье по мотокроссу. Более сотни летающих мотогонщиков борются за награды соревнований. Также статус по Волжску у традиционного турнира по уличному баскетболу – оранжевый мяч. Ведь среди его участников гости из Дим Травграда и Самары. Каждый раз, каждый лет обязательно должны приехать. Потому что нам не важно, какой асфальт, какая жара. Главное поиграть. Всем собраться. Давние соперники, давние игры проигранные. Нужно брать и ваш. Сотни мероприятий, десятки площадок, около 100 тысяч участников. День физкультурника в регионе отметили с размахом. Ирину Лизбалет из ульяновских олимпийцев. Волейболистку Анну Малову, гимнастку Дарью Автономову и представительницу школы борьбы Инну Тружукову. Для них предстоящая неделя в Рио-де-Жайнерой будет такой же жаркой, как и День физкультурника в Ульяновской области. Михаил Сашанский. Новости ульяновской правды.